Этот фестиваль авторской песни начинался как небольшой слёт друзей Валерия Грушина, который трагически погиб в Таёжной речке, спасая тонущих детей. Постепенно он стал самым главным событием в жизни бардов и их поклонников. Сейчас сюда съезжаются сотни тысяч туристов и просто ротозеев со всех концов света. Этот фестиваль был юбилейный, 20-й, хотя мог быть и 26-м, если бы не запрет чиновников за стойные годы. Здесь можно увидеть немало знаменитостей, простой, совершенно непривычной для зрителя обстановки. Сергей Никитин, братья Мещук, Туриянский, Олег Митяев, ну и какая груша без нашего земляка Леонида Сергеева. Итак, вы не первый раз на Грушинском фестивале. Каковы ваши общие впечатления, почему вы так часто, постоянно, на каждый фестиваль сюда приезжаете? Ну, это, наверное, нельзя объяснить вот так в двух-трёх словах, сказать вот потому-то, потому-то, потому-то. Ну, здесь мои друзья, здесь люди, с которыми мне очень приятно, здесь хорошие люди, от них идёт хорошая энергия. Ну, я получаю здесь заряд, который потом помогает мне прожить, нельзя сказать, год до следующего Грушинского фестиваля. Если учесть, что я приезжаю сюда ещё и зимой в Самару, нас верим в наши песни, фестиваль, то вот раз в полгода я обязательно бываю здесь в Самаре. Это такой-то такой центр, который притягивает хороших людей. В большинстве своём. Вы сами казанец, и многие казанцы будут смотреть этот репортаж. Что бы вы хотели пожелать своим друзьям и вообще казанцам? Вы ведь не так часто бываете в нашем городе, в родном? К сожалению, бываю не так часто, как хотелось бы мне, в первую очередь. Своим друзьям я пожелаю, когда увижу их или позвоню по телефону. А казанцам, наверное, не брал бы на себя смелость обращаться ко всем казанцам, а просто к тем, кто будет смотреть эту программу, я бы сказал, ребята, давайте жить дружно. У меня мама там живёт, у меня сестра там живёт, у меня племянник любимый живёт, у меня папа там похоронен. Казань – это мой город, то есть где бы я ни был, я всё равно останусь в казанце. Вот самое главное, чтобы мы все жили дружно. Фестиваль давно вышел за рамки узкого круга туристов. Кого только здесь не встретишь – и кришнаитов, и пацифистов, и даже средневековых рыцарей. Встретили мы здесь и группу Улленшпиги, с невероятным успехом выступивших на площадках фестиваля. Приятно. Давно уже казанцы не производили такого фурора. Аплодисменты